Двойное завершение Перед нами история Михи Который крадет деньги у матери И мать ему говорит Благословен ты Потом он признается, что он украл А потом она снова говорит ему о том Что вот это будет идолом, это будет истуканом Здесь в этой главе ничего правильного нет Здесь все неправильно Мама на самом деле сначала говорит одно Потом говорит другое Она говорит, я посвящу это украденное тобой серебро Господу, чтобы сделать идола Да, идола Посвящу серебро Господу, чтобы сделать идола Но она не дает ему все это серебро Так что вот Значит сделали идола Дальше сделали домашних божеств И он делает такой небольшой храм у себя В доме А имя Миха значит, кто подобен Господу Кстати говоря, именно в земле Ефремовой Все это происходит А в земле Ефремовой также находится в селоме Находится настоящий жертвенник Находится Скиния И так они делают этот самый дом Божий у себя дома Как будто И тут Михе повезло Идет Левит И Левит живет в Вифлееме Вифлеем не левитский город И дело в том, что израильтяне не заботились о левитах нормально А этот левит ищет, где бы ему послужить И говорит, Миха говорит, слушай, ты служи моему идолу И все вот это вот И ты будешь моим священником А я буду тебе платить за жизнь Буду тебе зарплату платить И священник рад, как мы узнали Потому что теперь ему есть где жить И все у него теперь классно Все замечательно Что не так в этой ситуации? В этой ситуации все не так А дальше мы узнаем, что приходят люди из Калина Дана И они пытаются разведать этот регион Они хотят захватить этот регион Они не захватывают то место, которое им было дано изначально А они решают захватить другое место И вот они приходят к этому левиту Они говорят, слушай, значит, ты чем занимаешься здесь? Он говорит, так да, мы заметили твой акцент Это не тот акцент, говорят они Они беседуют с ним Потом они его просят Спросить от Господа через идола Будет ли у них успех в этом путешествии И священник приходит и говорит Идите во имя Господа, все будет классно Еретик Лжепророк Господь ничего по этому поводу не сказал И они идут Вот сюда они приходят Смотрите Вот здесь как раз Дан у нас Они понимают, что здесь защиты для них нет Они приходят и собирают всех постом потомков Дана Понятно, что Самсон и его семья жили здесь А другие находились вот там, вот в этой части Они проходят через землю Ефрема Проходят селом И говорят, ой, слушайте, а знаете, что там вот в этом доме? В этом доме есть идол и священник И домашние божества Давайте все это возьмем себе Они приходят в дом Михея Они крадут его идола Его домашних башков И священник говорит Вы что делаете-то? А они говорят Слушай, мы тебе заплатим Ты будешь Зачем тебе там, здесь служить? Ты будешь священником всего колена Кстати, маленькое это колено Очень маленькое колено Слушай, ну давай Ты будешь большим человеком Что тебе там быть маленьким священником в маленьком доме? И вот он присоединяется к ним А насчет посвященности предности Михея Нет, никакой предности Михея здесь, конечно, нет Он служит просто идолу И так они отправляются на север И Миха приходит домой И понимает, что все украли Все ушли И он бежит за ними и кричит им А у них-то мечи обнажены Они его видят и говорят Слушай, ты, Миха Успокойся Потому что иначе Тут есть очень горячие люди Которые тебя просто побьют И Миха, и люди, которые с ним С ним понимают Что потомков Дана-то много А их-то мало И они говорят Слушай, а пойдемте-ка мы домой Миха потерял Идола Потерял Священника Ой, как жалко бедного Миху Нет, конечно, не жалко бедного Миху Вот Но Такая вот история Это первая история Первое заключение Значит, они идут в землю Дана Они нападают на город Который не входит в Божию волю Не входит в Божий надел Они причиняют всему этому городу хэром Заклятие Они устанавливают там Основывают там новый город Вот это вот так ведет себя Колено Дана Это первая история Это первое заключение книги Второе заключение Еще темнее Потому что Это у нас есть Левит И у него наложница И Он где-то в сельских районах В Ефремовских районах живет Не в Левитском городе Совсем не в Левитском городе То есть Опять здесь сразу Во всей этой истории много проблем И вот этот мужичок Значит В одном из американских переводов Мы читаем 19 глава И второй стих Наложница его Поссорила с ним В Мазариатском тексте Была неверна ему Но все-таки Как я в своем комментарии говорю Старый греческий перевод Здесь гораздо лучше Она убегает из дома Потому что он физически Насилует Ее Тут Дело не в том Что она была неверна Не то что Облудница была Потому что тогда Зачем бы ей Убегать К Дану Но в данном случае Он над ней издевается Она решает Что-то по этому поводу Делать И она убегает Вифлеем И через какое-то время Он решает Ее вернуть И он отправляет Отправляется И он, наверное, Хорошо ведет Переговоры И, к сожалению, Женщины, которые Оказываются в подобных Ситуациях Верят Мужчине И вот Она возвращается С ним Она возвращается К нему Они готовы уйти Из Вифлеема Но их Его тесть Это просто Сплошное Гостеприимство Сплошное Гостеприимство Пару дней Продолжается Это сплошное Гостеприимство В конце концов Там уже Поздний вечер И он идет Из Вифлеема В регион Рядом с Иерусалимом Это где-то 15-20 километров Становится Все темнее И они решают Не останавливаться Там Потому что Кинеи Там находятся И они Отправляются Сюда Дальше Вот сюда По карте Они приходят В Гибиан В Гибиа Это Название Этого места Где они В Гиву Название Этого места Но никто Их не принимает К себе В дом И Прохожий Приходит И говорит Я вас Приму К себе Не оставайтесь Здесь И все это Происходит Недалеко Напоминает нам Бытие 19 глава Они отправляются Домой И стук В дверь Люди хотят Переспать С этим мужчиной Хозяин Только В бедуинской Арабской Культуре В начале 20 Нет В конце 19 Начале 20 Века Такое Романтизированное Представление Большинство Бедуинов В этой ситуации Не защищали бы Своего гостя Но конечно Они также Не отдавали бы Своих Дочерей Неизвестным Которые приходят В их шатер И требуют Секса Так что Нет такого Закона Просто Вот Люди Которые Настаивают На том Что это была Древняя Привычка Древний Обычай Их нужно Спросить А откуда Этот обычай Где его Источник Да Есть Порой В комментариях Утверждение Насчет такого Обычая Но люди Не документируют Это Если документируют То ссылаются На бедуинов Я бы В данном случае Говорил Это Нарушение Хронологии Нарушение Хронологии Потому что Это совершенно Не про тот век Речь идет Итак Что же дальше Происходит А дальше Сам Левит Свою Наложницу И жену Отдает Народу Отдает людям И Эта Женщина Буквально Падает На пороге Дома Потому что Ее измучили Ее изнасиловали А этот человек Мы читаем Встает Утром Слушайте Представьте себе Если бы С вашей женой Что-то случилось Не дай бог Ее бы кто-то Изнасиловал Что бы вы делали Во-первых Я думаю Что вы бы не уснули И я бы не уснул Я требовал бы Разобраться Я бы сделал бы Все Чтобы ее спасти А он Спокойно спит Когда его Наложницу Насилуют А на следующее утро Он встает Такой Переступает Через нее Говорит Вставай Пора Идти Ничего себе Вот каким Мужиком Надо быть Священное Писание Не говорит нам Что она Умерла Написано Только что Она Упала Возможно Она мертва Возможно Она просто Совершенно без сознания Она физически Измождена И он Берет ее Кладет ее На осла И кладет Отвозит ее домой И разрубает ее На 12 кусков На 12 фрагментов Теперь она Мертва Но на самом деле Он убил ее раньше Он ее убил Когда переступил Через нее И погрузил ее На осла И повез дальше И вот этот Левит Этот Левит Отправит По почте Расчлененное тело Своей Наложницы Всем Коленом Израиля И они будут В шоке И они Соберутся И они скажут Что нам теперь делать Что нам делать Обратите пожалуйста Внимание на две вещи В его свидетельстве Во-первых Он не говорит Всю истину Это во-первых Во-вторых Он Искажает Истину В нескольких местах И последнее И самое главное Принимается Его свидетельство Без подтверждений Но По закону При двух Или более свидетелях Должна была Утверждаться Истина А Израиль Готов пойти На войну По свидетельству Одного этого человека Честность которого Находится Под серьезным Сомнением Только По свидетельству Этого человека Задумайтесь пожалуйста О том Что здесь происходит Получается что Этот человек Это единственный Человек В книге Судей Который Побуждает Весь Израиль Объединиться И сделать что-то Вместе Ничего себе Вот этот человек Оказывается Единственным Который реально Может объединить Израиль И так они приходят В Гео Они Нападают Здесь происходит Целая гражданская Война Они Обращаются К Господу Они вроде бы Обращаются К Господу Но они Во-первых Делают это Неправильно Во-вторых Они делают это С неверной Мотивацией И Бог Использует Это для того Чтобы осудить И ту И другую Сторону Но В конце концов Победа Достается Массе Израильтян Против одного Маленького Колена Вениамина И они Практически Стирают С земли Колена Вениаминова Остается Сколько? Шестьсот Потомков Вениамина Значит так Шестьсот А теперь у них Проблема Причем Настоящая проблема Та же проблема Что была У Ефая Ведь Они дали Клятвы Мы Не дадим Наших дочерей Вениаминитянам А В жены Хананеем Они давали Без проблем Потомкам Вениамина Никак Итак Есть некая Дилемма Они не могут Дать своих жен Соответственно Что делать? Они дальше Смотрят Аааа Иавис Иавис Галаадский Вот эти люди Не послали Свои войска Ага Мы сейчас Установим Проклятие на них И мы истребим их Возьмем всех их дев И вернемся Говорят Вениаминитяне И они решили Убить всех Из Иависа Галаадского Кроме Четырехсот Дев Но Их то шестьсот Значит Дев не хватает Получается Что У Вениаминитян У некоторых Нет жен Что же теперь Делать И вот Старейшины Старейшины Ага Старейшины Это те Которые должны Быть Духовными Лидерами Израиля Они Выстраивают Такой план Слушайте Смотрите Вот те У кого нет Жен Смотрите Отправляйтесь В село Там будет Фестиваль Празднество Для Господа И там будут Девственницы Танцевать И вот Вы просто Когда эти Девственницы К вам подойдут Девок Вам подойдут Вы Берите И хватайте Везите себе А мы будем Разбираться Расслабьтесь И Будь Как Будет Потому Что Если Вы будете По этому поводу Шуметь Тогда Мы Вас Убьем Вы просто Не шумите И все Забрали И забрали Вот так Это Что Мафия Во главе Израиля Ну Типа Это Народ Божий Да Да По-настоящему Было царя В Израиле Да Кстати говоря Физически Если бы был царь Лучше бы Дело Не стало Так что Это вопрос Не политический Это скорее вопрос Духовный И богословский Не было царя Потому Что царем Должен был Быть Яхве И поэтому Каждый Делал то Что казалось Правильным В глазах Его Понравилась Лекция Вдохновились Услышанным Поддержите Нас Молитвой И финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти На сайте tvseminari.com Ирония Состоит В том Что Вот эти Люди Которые Изнасиловали И практически Убили Наложницу Вот эти Люди Остаются В этой Истории Живыми Никакого Суда Здесь Нет Никакой Справедливости Здесь Нет Вот так Только Жертвы И много Жертв Много Боли Много Сметения И Если Мы Не Будем Ходить С Господом То Именно Это Ж У Нас И Будет Мир Которому Мы Служим Устроен Именно Так Да Мир Устроен Именно Так Иногда Мы Видим Восприним Восприним Наше Общество И Мы Видим Как Как Оно Недовольно Тем Как Относится К Женщинам И Так Далее И Тут Есть Чем Быть Недовольным Но Я Хочу Особенно Подчеркнуть Что Пока Общество Народ Церковь Не Посвятит Себя Господу И Не Будет Делать То Что Правильно Пока Этого Не Будет Люди Все Равно Будут Страдать Это Будет Насилие Над Женщинами Над Детьми Над Слабыми Расами Тот Кто Слаб Тот Кто Хрупок Он И Будет Жертвой И Церковь Также Была Виновна Неоднократно В своей Истории И Нужно Покаяние Во многих Случах Нужно Покаяние Книга Судей Говорит Нам Немало Важного Это Книга Которые Часто Пренебрегают Я Преподавал Эту Книгу В свое Время Студентам По Докторской Программе Кстати Получается Что Я Эту Книгу Преподавал Уже Раз Десять Здесь В этом Учебном Вашем Заведении И Задание Которое Я Любил Давать Студентам Это Проповедовать Из книги Судей Двенадцать Воскресений И Практически Все Сказали Одно и то же Они сказали О, это Пожалуй Самая важная Серия проповеди Которая была В нашей церкви Дело не в моем Задании Дело в том Что Слово Божие Открывает глаза Дело в том Что Слово Божие Помогает Увидеть Много того Что надо Увидеть Книга 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 Может Вогнать В уныние Но я хочу Сказать Не все Было Ужасно Во времена Судей Были Замечательные Люди Благочестивые Люди Например Гафанаил Еще одна Интересная В то время Когда Судьи Судили В книге Руфь Мы находим Замечательных Людей Которые Проверяют Инициативу И совершают Хесед По отношению Друг к другу Если бы Церковь Совершала Хесед По отношению Друг к другу Это действительно Радикально Изменило бы Наше свидетельство Миру Ищите нас В поисковых Системах По запросу ТВ-семинария